Девчонки, слушаю Жанна FM, весь день в машине, вы супер, работаю в такси, настроение рабочее, отличное, хоть и пасмурно в Караганде. Хочу дать привет своей любимой супруге Наденьке, она сейчас тоже на работе, у нее свой маникюрный кабинет, люблю тебя солнышко, все у нас будет хорошо, замечательно, хорошего продуктивного вам дня, еще одно сообщение, доброе утро, прекрасное настроение, пусть будет хороший день, Виталий нам написал, Виталий и вам продуктивного, солнечного, хорошего дня. Берите пример, 8700-1189-46, напишите нам, поделитесь вашим настроением, какая погода в вашем городе и передавайте приветы. Сегодня в гостях у программы для товарища Берик Амратович Ахмеджанов, поэт. Доброе утро. Доброе утро. Как настроение? Настроение супер. С чего начинается ваше утро? Поделитесь. Утром, как у всех, проснулся, стал, чуть зарядочки помылся, позавтракал и на работу. У вас раннее утро или где-то часам к 11-10? Нет, 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 ну работа начинается в 8.30, поэтому мы уже в 7, уже на ногах, семья уже на кухне там, супруга готовит. То есть у вас такое утреннее хорошее настроение всегда, завтрак вкусный? Обязательно. Для нас, для спортсменов, самое главное, это утренний завтрак, утренний прием пищи. То есть как ты покушал, так и пошла работа у тебя. Какой хороший девица вообще, на самом деле, дня. Вы занимаетесь спортом. Так точно. А спортом дома зарядка или ходите прямо в тренажерный зал? Нет, нет. Мы ходим в тренажерный зал, когда работал в прокуратуре. Я водил коллектив весь сюда свой. Сейчас на пенсии, нахожусь, но работаю на Коспочне. Тоже организовал ребят. Ходим, занимаемся. На тренировки. Да, три раза в неделю, как положено. Хорошо. Занятие спортом, это вообще отлично. Вы не просто в хорошем состоянии, еще и поддерживаете свой организм в форме. Так точно. Вы, как поэт, скажите, есть ли у вас какое-то определенное любимое время года? Для меня все времена года, конечно, одинаковы, но как для всех обывателей, как для всех людей, кто берет отпуск летом, конечно, это летняя пора. Лето. Да, но единственное, да, конечно, у нас то, что комарики поджуживают, там начинают мешать, но так же и весну люблю раннюю, когда еще комаров нет в мае, там до 15 мая где-то. И сентябрь так же, бархатный сезон, когда тоже комаров нет. Вот это именно у нас в Караганде. В других-то регионах, конечно, можно и в любое время года любить. А как же осень? Вот та прекрасная пора для поэзии, такая пушкинская осень. Нет? Ну, осень мне вот... Вдохновляет? Вот недавно только я написал стих небольшой такой, который, ну не знаю, разошелся так в соцсетях. Я с клипом сделал, специально съездил в парк, походил по аллеям побродил. И вот родились там некие, да, это осень золотая, под ботинки желтую листву. Сейчас просто... Давайте, давайте, прямо сейчас мы его можем, да, послушать. Давайте. Сейчас его просто... Это из последнего, да, что... Это просто прогулка по парку родился такой... Да, мне кидает осень золотая, под ботинки желтую листву. Я по этому ковру шагая, как ребенок от чего-то чуда жду. Брызнул дождь веселую капелью, понаделав лужи зеркала. Барабанит он по крышам трелью, словно в благовест колокола. Осень отгорит костром багряным, ей во след морозами дыша. На стекле узором утром ранним, кружева сплетя, придет зима. Я всегда поражаюсь, как возможно вообще написать так красиво, как подобрать слова. Давно вы пишете? Ну, как... Вот помню себя разумным. Как ручку взял в руки, где-то лет пять было, так и писал, так как мы вообще родом Баянаульские. Мои прадеды, Султан Махмуд Торигаров, дедушка двоюродный Шакен Айманов, люди творческие. Вообще Баянаульская земля, она богата, да, творческими людьми, генералами. Поэтому, говорю, мы там обязаны с рождения. Ну, каждый казах в душе Акен. Но кто-то развивает это дальше, у кого-то это умирает. Я писал всю жизнь, я первые строчки написал это, когда мне уже восемь лет было, во втором классе учился. Младший братишка у меня постоянно то книжки порвет, то еще что-нибудь. Я там строчки такие шутливо писал. Есть братишка у меня, не братишка, а гроза, там книжки в клочья изорвет, то чинила мне пролет. И вот с этого момента, вот первый, который мой осмысленный стих, который я помню. Стихотворение, как сейчас помню, 83-го года. Я учился в восьмом классе. Обалдеть. Когда девочка училась в шестом классе, и вот ходили, вот так пересекались, и родились такие строчки. Мы с тобой случайно встречаемся, ты проходишь, и я прохожу. Как же жаль, а так получается, что тебе лишь во след я гляжу, А хотелось бы встретиться взглядом и с улыбкой сказать привет, И пойти с тобой вместе рядом, чтобы не видеть вдали силуэт. Но, увы, это лишь размышления. Вот опять мы проходим с тобой. Как закончить все эти мучения? Я бессилен пред этой хандрой. По ночам же мне часто снится. Ты проходишь, и я прохожу. Как же смог так просто влюбиться В ту, которой во след лежу. Это юношеская любовь, детская, школьная. Девочка услышала это стихотворение? Да, конечно. Через подружку передал. Был ли какой-то отклик, отзыв? Какая реакция была у девочки? Ну, конечно, понятно, что в том возрасте... Как раз в этом году, в 83-м, да, у меня Валентина Михайловна была, учитель русского языка и литературы в школе. Она всегда на постановке, любила творчество. Ну, у меня вот единственное, говорю, в аттестате у меня стоит за 9-й, за 8-й класс четверка по литературе. То есть она требовала от меня большего. Хотя я на уроках весь класс всегда говорил, давай, Берик, что-нибудь выступи. Я ее всегда там то Данко переделаю, то еще что-нибудь переделаю. И выходил, я говорю, Валентина Михайловна, вот я переделал вчера, давайте я вам почитаю, послушайте, оцените стих. Прочитаю ей, она такая, вот у тебя хорошо, но вот здесь вот так нужно. То есть она мне, как бы сказать, мой первый учитель именно в поэзии она у меня была. То есть она давала оценку моим стихотворениям. И потом я понял, что ей нравятся мои стихи, когда она сказала, не бойся, в 8-м классе это было, проведем авторский вечер твой. И в 8-м классе я в школе провел авторский вечер, у меня такая общая тетрадь уже, полное стихотворение было. И вот до сих пор она где-то дома лежит, в чулане там, в кладовочке. И вот я читал, мои одноклассники до сих пор, говорю, остались записки, которые они мне писали, там, Берег, а я тогда и спортом, боксом занимался, там, с ребятами. Говорит, вот ты любишь там бить морды, говорит, а что ты еще любишь? Ну, такие прикольные моменты детские шаловливые писали, всегда скидывали. Я говорю, до сих пор они у меня лежат в школьном альбоме, записочки эти. До сих пор мы с одноклассниками общаемся в WhatsApp, в чат у нас на 30-летие создали, окончание школы. До сих пор все дружим, общаемся. Кто в Германии, да, нас жизнь разбросала. Кто в Германии, кто в России, часть, у нас здесь человек 14, здесь осталось, в Караганде. А остальные, большинство в Германии, в 90-х переехали. И вот до сих пор все... Скидывают вам какие-то записочки, фотографии. С Германии скидывают в основном. Сейчас вот я, которые стихи пишу, есть каратыши у меня стихи, я их называю. Такие, как вот я утром вышел, пришел в Акимат на совещание. Это было вот месяца два назад. Иду в совещание и снял, просто селфи шел, снимал. И у меня родились такие строки, где я говорю. Утро каждое я просыпаюсь, и Всевышнего за то благодарю, Что без чьей-то помощи я поднимаюсь. Вижу солнце, небо и зарю, что я чую запахи и слышу звуки. Одеваюсь сам и сам хожу, что послушные мои ноги, руки. И за то, что просто я живу. И этот, именно вот эти восемь строчек разлетелись по миру. И уже с Германии, отовсюду начали их мне обратку прислать. Это получился такой же эффект, как в прошлом году я написал стих «Ночной звонок другу». Он невольно, я запустил челлендж по всему миру. Там у меня 31 канал, приезжали, они снимали сюжет про меня. О том, что «Позвони другу». «Звонок другу» назывался челлендж. Вот давайте это стихотворение зачитаем уже в следующем выходе. Сейчас послушаем много полезной информации, вернемся и продолжим. Поэт в гостях у программы «Ты товарищ» Берик Муратович Ахмеджанов. Говорим мы сегодня, рассказываем стихи. Вот мы закончили этот выход на стихотворении «Звонок другу». Давайте его озвучим. Да, это стихотворение в прошлом году облетело как бы весь мир. Оно из Канады, из Бразилии, товарищи мне скидывали, из Германии. И получился невольный челлендж. Звучит он так. День отгорел, пролетел незаметно. Но что-то не спится, рассеялся сон. И я по привычке, скорее, неконкретно. В контакты зашел, открыв телефон. Старых друзей ищу среди списка, а он большой. Замылился глаз. Серега, Кайрат, вот Стас и Лариска. Их сотни. Кому позвонить прямо сейчас? Вот друг мой старинный, с ним видел немало. Мы не общались почти сотню лет. Нет, не ругались, просто нас раскидало. Бывает такое, ни для кого не секрет. По жизни мы вместе хлебнули с лихвою. Бывали порою к смерти близки. Гуляли по полной и грешили, не скрою. От той прошлой жизни побелели виски. Когда же он уехал? И мы с ним расстались. Лет десять, двенадцать, или восемь назад. И поначалу звонили друг другу, общались. Все реже. А потом вдруг исчез друг Марат. И вот разговор по душам предвкушая. Я номер московский набираю в ночи. Салам, брат Маке. Как жизнь молодая, но там кто-то сбросил. Режут ухо гудки. Всю ночь до утра в сомнениях терзался. Как так? Сбросил сам. Не хотел говорить. Мы ж были друзьями. Он в братстве поклялся. Нет, надо выяснить все. Еще раз позвонить. Наборы гудки. Женский голос ответил. Вы берег, наверное. Так Марат записал. Простите. Что-то не так я заметил. Алло, я вас слушаю. Вы кто? Я махпал. Вы, видно, не в курсе. С ним беда приключилась. Его с нами нет. Уже пятый год. Простите, сказала. А потом отключилась. А в голове моей закружил хоровод. Перед глазами всплывали картинки. Из прошлой жизни. Что назад не вернуть. Предательски как-то навернулись слезинки. И по щеке проложили свой путь. Его уже нет. А номер остался. Но что я за друг раззвонить забывал. Был занят. Проблемы. Оправдаться пытался. И так целый день сам себя я пытал. Уж солнце погасло. И ночь на пороге. И тишину вдруг разрезал звонок. Братан, как дела? Перезвонишь в дороге. Я еду домой в наш родной городок. Звонил одноклассник. Давно не встречались. Его с нетерпением теперь буду ждать. Друзья, пусть по свету мы все разбежались. Давайте друг друга иногда набирать. Это вот такой вот стих. Только эмоции я пережила за время, сколько вы сейчас этот стих читали. И вроде и поплакать хотелось. И в то же время мурашки. И улыбаешься. Это невероятно. Умение передавать какие-то чувства, эмоции, стихотворение. Это талант. А бывали ли в вашей жизни периоды, когда полностью лишаетесь творчества, но нет вдохновения? Да, были моменты, конечно. Всегда есть у каждого человека как бы ямы. У нас в спорте называется поймать яму. Это то есть когда у тебя ты выходишь из пика, на пике формы, выступил на соревнованиях, а потом яму ловишь. Упадок сил, эмоциональное опустошение. Были моменты такие, я честно скажу, не хотелось писать. Я пробовал там года три, не писал. Это было где-то мне с 29 до 32, где-то 33 лет. Но наброски я делал все равно. Там подписывал какие-то четверостишки, записывал. Потом я их уже более позже разработал, написал более нормальные стихи. А так я говорю, не хотелось писать, но все равно перло с меня. Оно, не знаю, это не я пишу. Есть у меня стихотворение, где разговор с Богом называется. И там именно вот я говорю о том, что о роли поэта в обществе. Там мной описывается то, что Всевышний дал. То есть с вами как будто кто-то управляет, а вы пишете это на лист. Можно написать за минуту такие прекрасные стихи. Можно там всю жизнь сидеть, писать, якобы что-то ты творишь. Но это будет рифмоплетство. Пишется все душой. Есть люди, которые, да, рифма не очень получается. Многие молодые вот начинающие поэты сейчас со мной по фейсбуку связываются прям, пишут. Я не считаю себя поэтом, но они в их глазах, например, они называют меня там состоявшимся поэтом, поэтому обращаются ко мне. Я им просто говорю, пишите, пишите, пишите душой. Там не надо искать рифму. Рифма она сама ляжет. Нужно главное писать. Чем больше вы пишете, тем больше мастерства приобретается в этом жанре, в поэзии, например. Как раньше говорили, как Толстой, вернее, говорил о том, что поэтов он сравнивал с танцорами. То есть мы находим, игра слов у нас идет, мы находим рифму, вставляем, делаем. Да, прозу писать сложнее. Я писал и рассказы, и повести писал. Ну, там времени, я неусидчивый человек, честно скажу. Я люблю, пшик, написал, встал, все. Я никогда не возвращался к своим произведениям. Как поэты говорят, над каждой строкой скорплю там, сижу там. То есть вы пишете, и сразу оно как по маслу идет. Да. Написал, не лезу никуда. Вот, ну, можно сразу зачитай один вот этот, который мне вот самому нравится. Вот, да, тот, который нравится вам больше всего. Есть такой, да? Есть такой. Поэта я состою в группе, в фейсбуке состою в группе поклонников творчества Сергея Есенина. И просто в комментариях под стихотворение великого поэта Есенина «Ты жива, моя старушка» я просто вставил свой стих. И многие люди, я как понял, что этот стих удался, когда тысячи комментариев на мой комментарий пошли. И когда люди начали писать с России, там, с Украины, пишут о том, что мы не знали, что у Есенина есть такой стих был. И потом те, кто уже знаком с моим творчеством, они дали пояснение. Это Берег сам пишет такие стихи. И люди начали заходить на мои странички в фейсбуке, на посты мои читать. И получился, ну, я просто зачитаю этот стих. Вы оцените. Свяжи-ка, мама, свитер потеплее, такой, чтоб душу в холода согреть. Нет ни из шерсти, ни из слов милее, они внутри огнем будут гореть. Уста твои, как спицы для вязания, ты просто нежно в ухо мне шепчи. Узором лягут мамы заклинания на новый свитер, связанный в ночи. Растопит он холодный лед сомнений, больное сердце, вера исцелит. От сглаза, злых врагов, падений, меня, как оберег, он защитит. Свяжи-ка, мама, свитер, да побольше. Такой, чтоб мог теплом делиться я, чтобы носил его как можно дольше. Подарок твой, как талисман, храня. Замечательное произведение. Скажите, вот как вы считаете, могут ли родители воспитать в ребенке любовь в поэзии? Ну, я, как сказать, ну, с дочкой, например, сидим, я сочняю, дочка всегда со мной рядом, там, значит, есть 11 лет, вот будет в конце ноября. Она тоже иногда пробует себя. Смотря на папу. Да, да. Я, например, у нас в семье, вот четверо братьев, сестра старшая, братья мои, сестра, все писали. Я же говорю, мы Баянаульские, у нас предки, великие поэты были, там, Ахыны. Поэтому, говорю, все писали, но именно развился, больше этому, как бы, внимания я уделил, что ли, или то, что, ну, я не знаю, честно сказать, как-то мне хотелось все время писать, кроме вот этих три года перерыва, где депрессия, ну, как бы не депрессия, я говорю, просто... Творческий перерыв. Да, решил, может, не буду писать, а потом все равно вышло из меня, и вышло так, что у меня на тот момент, к 40 годам, я выпустил свой первый сборник тогда стихов, назывался он тогда «Работа над ошибками», это мой первый сборник был. Сколько стихотворений было в нем? В первом сборнике было порядка 400 стихотворений, я выборку сделал из детства прошлого, который вот эти маленькие все там вставил, и получилось так, что к 45 годам мне родился второй уже сборник. Вот у нас сейчас в студии первый или второй? Это уже третий. Это третий уже? Это вот я его в этом году выпустил, это благодарю вот моих поклонников, у меня есть поклонники такие хорошие, Юлия Бадина, Мухтар Бакирович Никеев, Марат Аликанов, там еще есть люди, которые мне помогли именно по книге в издательство, свели с людьми, сказали, пиши, публикуйся, делай книгу. Я хотел аудио выпустить, но как бы современный мир, мне люди сказали, книга есть книга, она вечно, положишь, будет лежать на полочке библиотеки, то есть пришлось, ну выпустил книжку. Одну, вторую, третью. Теперь просто вот как бы выборку делаю здесь, из тех двух сборников избранное выбрал, в конце вставил в одну третью часть, а основное это то, что мой труд за вот пятилетку сорока до пятидесяти лет, потом два года просто я обрабатывал, перепроверял кое-какие, подрабатывал там моменты. Если кого-то сейчас поражает цифра, сколько стихотворений в сборнике, то не удивляйтесь, потому что Берик, мы уже выяснили, пишет абсолютно везде, всегда, даже просто гуляя по парку, даже просто гуляя где-то на отдыхе, либо когда сидят дома, да, допустим, вот из последних стихотворений вы говорили, что мама приболела, да, и вы написали прям вот сходу стихотворение. Ну, мама приболела, когда там вообще получился такой, в прошлом году мама приболела и родился стих такой, именно, сейчас я его прям найду, вот, вот он прям у меня. Давайте его послушаем и потом уже полезу информацию. Это прям такой. Мама приболела, кашляет ночи, ведь жар от тела словно от печи, скорую не надо, поднимусь сама, посиди-ка рядом, все ее слова. Маму взяв за руку, я к щеке прижал, вторя сердцу стуку, пульс ее дрожал, горлиц запершила, брызнула слеза, словно сердце сшила, екнула душа. Вспомнились далекие детские года, тополя высокие, мама молода, как она растила пятерых детей, берегла, любила дочь и сыновей. Вокруг нас крутилась сутками порой и за нас молилась в тишине ночной. Рук не опускала, боль в себе укрыв, все нам отдавала, о себе забыв, если же болели, не смыкала глаз. Сидя у постели, согревала нас, подняла всех на ноги, сделала людьми, те молитвы боги, значит, к вам дошли. Годы пролетели, жизнь свое берет, все мы повзрослели и идем вперед, дети разбежались, у каждого семья. С мамой остались, дочь, женой и я, маме не здоровится и не спится ей, но за нас все молится, за своих детей. Продолжаем наш эфир, а точнее уже подводим итоги. Берег Муратович Ахмеджанов в гостях у программы «Товарища поэт». И в завершении мы не можем вас отпустить без стихотворения о Караганде. Конечно, спасибо, Галина. Но это стихотворение, оно нашей столице угольной посвящается. Желтая акация, Караган степной, Сила в нем и грация, стужа летний зной, В климате суровом золотой цветок, Под ночным покровом пьет из недр сок. Под его кустами нор порой не счесть, А сурки столбами отдают всем честь, Смотрят, озираются, есть ли рядом враг, Под землей скрываются, если что не так. Пастушка Апака ждали сотни лет, Где земные блага, чтобы открыть секрет, И горючий камень жизнь всем изменил, Недр глубинных пламень небо озарил. Вырос новый город посреди степей, И теперь он дорог теплотой своей. Каждый день спускаются клетью в клуб земли, И в пласты вгрызаются шахтеры-горники, Угольная маска от пыли на лице, Тормозок и каска, спасатель на плече. Лава и проходка, штрек и террикон, Тащит скип высотка миллионы тонн. Он опасен, труден их нелегкий труд, В честь шахтерских буден праздничный салют. В небе заискрится радугой в ночи, В душах отразится отблеском свечи. Помнят, пусть их дольше, Тех, кто на гора не поднялся больше, Честь им и хвала. Желтая акация, каменный цветок, Словно гравитация тянет в городок, Где шахтеров братство, Испокон веков, главное богатство, Здесь закон таков. Сердце ты частица, Просветай всегда, Шахтерская столица, Моя Караганда. Прямо передается действительно дух Караганды. И помимо того, что стихи, Давайте вкратце расскажем о том, Что вы пишете еще и песни. Да, мы пишем песни. Я в тандеме всегда с Маратом Бекишевым, Мы сочиняем песни и про Караганду, И посвящением медикам, учителям. То есть на любой праздник мы всегда металлургом, Есть стальной гимн у нас, Стальное поколение, Песня хорошая. Но в последнее время я работаю в тандеме Сериком Мусалимовым, Это автор знаменитой песни-хита Здравствуй, столица. Мы с ним написали недавно Подсвящение операм, Подсвящение любви. То есть много у нас, Буквально семь песен уже есть у нас. Сейчас у нас в эфире на радио Жена-ФМ, 101.2 FM, В городе Караганда прозвучит песня. Как она называется? Где же ты? Где же ты? Это вот неделю назад было написано. Вы сможете ее послушать, Прямо вот буквально сейчас Мы завершаем наше обещание. Скажите, где можно приобрести Ваши книги, ваши сборники? Я работаю на Каспучте, Зам-директором. В принципе, можете приходить. Спросить вас. Спросить меня. Берег Вратович. Книги мои на Фейсбуке Ахмеджанов Берег. Там можете мне в личку написать. Я любому отправлю книгу. Там договоримся, переговорим. Оплату, все, без проблем. А сейчас Берег нам подпишет И оставит книгу, стихотворение. Обязательно я посмотрю, Обязательно все почитаю, Потому что я вдохновлена. Мне очень понравилось. Мы завершаем наше обещание. Хочется пожелать вам продуктивного дня. Спасибо, что сегодня к нам пришли. Обязательно пригласим вас еще в гости. Ждем вас уже со сборником хитов. Мы, программа «Товарищ» Совершает на сегодня свое обещание. Всем отличного, продуктивного, рабочего дня.